добрый день уважаемые трейдеры инвесторы сегодня 22 августа понедельник представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании инстафорекс логотип который как обычно вы наблюдаете мне за спиной на ежедневной основе и так что сегодня интересно интересно кстати на прошлой неделе друзья мои я предрекал обвал фондового рынка и здравствуй понедельник он сегодня начался но основным событием недели будет выступление павла в пятницу в конференции джексон холл очно да если у нас прошлые два года не заседали удаленно вот то сейчас они соберутся вместе ну и по большому счету будет ждать комментарии павла по текущей ситуации с инфляцией на пару а торговый день у меня по австралицу новозеландцу вот и очень интересные опросы опросы которые сейчас проводят буржуазные аналитические агентства которые показывают и говорят о том что дно фондового рынка еще не пройдено и то что мы про последнее время наблюдали ну по фондовым индексом в том числе есть 500 это всего лишь навсего бычья коррекция в рамках большого шартового тренда давайте обсудим эти и другие идеи на графике поехали начнем золото как обычно золото падает падает я говорил о том что аккуратненько можно было посмотреть вот здесь разворотик на третью волну вот но американцы закрыли пятничный день под этим уровнем и никаких откупок нет поэтому те кто держит золото по большому трех волну вот такому можно сказать пяти волном раз два три четыре не сейчас идет пятая волна вот такая вниз до добро пожаловать на отметку 1775 долларов 1675 долларов за тройскую унцию вот здесь вот вот здесь 1675 это площадка которая была набита в двадцатом году в двадцать первом году и тестирована двадцать втором году поэтому в рамках текущие текущей ситуации я рекомендую рассмотреть только шартовой позиции по золоту в эту сторону понятно что на таком резком обвале вам сложно будет зайти если вы не продавали там где рекомендовал на забросах на сбросах на давлениях и так далее ждите коррекции которые могут произойти в любой момент том числе и в пятницу например на пауле либо к пятнице будет натягивать наверх и потом уже собственно кидать это все вниз что примечательно дело в том что друзья мои тренды тренды такие хитрецы они вверх и вниз идут по-разному в большинстве случаев очень удобно запрыгивать в лонговые тренды как мы как мы с вами делали вот в июле месяце ну то есть прошла хорошая шартовая инициатива потом собственно всех собрали в кучу потом сбили стопы и пошли наверх ну вот но вот в шартовых стан в шартовых сценариях такое ну скажем так такой такие подарки сложно реализуемая то есть рынок падает всегда быстрее гораздо быстрее чем растет поэтому запрыгнуть шартовые паровозы довольно сложно но такое может произойти какие-то новые на торговке новые микро аукционы сбросы и так далее ну вот поэтому либо шарты либо не лонги так что касается пар евро доллар продолжает она снижаться идет паритету снова очень хорошие были у нас тут коррекции мега разводные вот но что поделать что поделать в рамках торговой стратегии price action охота за стопами сигналов нет сигналом был был вот этот пин бар захватчик тенденции который собственно разгрузился через низ вот но мы взяли только вот только до этого экстрема если вы конечно очень амбициозный тридунишка то можете подержать до годового минимума до которого осталось в принципе рукой подать и через буквально 500 600 пунктов полетят стопы уже таких прям злостных покупателей которые ставят стопы либо маржин колы за исторические лая кстати мы где вообще мы где вообще да ну по большому счету самый исторический я у нас конечно там 08 85 это 2000 года но вполне вполне можем сюда долезть наша задача друзья мои просто использовать использовать геометрические простые конструкции в целях личного обогащения которых сейчас нет друзей но очень многие сейчас будет просто тупо покупать потому что у них нет других идей вот ну естественно они нарвутся на стопы вот потому что маркет мейкеры постоянно их забирают в тех местах где они останавливали цену в предыдущий раз поэтому не трогаем не трогаем ни фунта не еврика хотя цели есть было куда расти не кстати о птичках вот примеру по евро доллару есть и идеальный уровень поддержки сопротивления на который сейчас молятся все последователи торговли технического анализа это котировочка 1.04 примерно очень много здесь всем дали продание практически никого не вынесли вот при наличии каких-то лонговых импульсов которые могут произойти в будущем это хорошая цель для охоты за эти за стопами вот трейдеров которые здесь будет их ставить вот но пока этих лонговых индексов и импульсов нет мы просто провожаем этот тренд печальным взглядом вот но на самом деле то что вы находитесь допустим вне рынка это не не худший вариант поверьте мне поверьте моим седым трейдерским годам так переходим доллар иене доллар иена те кто цеплялся по доллар иене по моим незатейливым торговым рекомендациям от пенбаров тенденции те на данный момент могут находиться в прибыли на 4000 пунктов друзья мои но это не все как вы понимаете впереди у нас экстремум июля месяца и в принципе этого года я думаю что с большой вероятностью этот инструмент сюда доползет по двум причинам причина номер один доллар везде укрепляется ну кроме рубля естественно причина номер два иена слабеет вот и никаких предпосылок чтобы она укреплялась пока нет не имеют политических экономических и каких-то информационных поэтому кто зацепился молодцы по большому счету по большому счету если вы не зацепились там евро доллар либо либо золото вы можете отыграться по доллар иене и и в том числе и в том плане что если вы покупали от зон которых я говорил от пенбаров вот этих тенденций скинули часть позиции на пробой технической коррекции вот начала августа вы можете выгрести очень хорошую волатильность потому что иена иена в три и более раз волатильнее сейчас чем евро доллар вот и большому счету просто считаете и вы увидите в чем выгода переходим кроссовым инструментом который мы торгуем и анализируем в рамках сеточного метода торговли так анализ иена но пока спит в диапазоне зона наших интересов для установки сетки лимитных продаж находится выше вершины прошлого месяца ну вот если порекс судьбинушка закинуть этот инструмент сюда до зону синего прямоугольника а если вы не разделе не различаете цвета той черного в этой зоне можно активизировать сеточку лимитных продаж с шагом не меньше тысячи пунктов по пятому знаку после запятой так франк иена франк иена франк иена тоже подрастает тоже в канале сена франк иена а те же самые истории вы здесь везде работаете напротив ослабления доллар иены после пробоев важных экстремов но по мне как франк иена очень любопытный инструмент что стоит тут на каких-то многолетних экстремумах вот и при наборе шагом в 1000 пунктов здесь можно заработать на волатильности после пробоя в том числе и вот этого напоминаю месячный график 14 13 года экстрема здесь вот растяжка очень сильная ну и коррекции могут про конечно протянуть очень существенным так канадис франк спит в диапазоне который нам не интересен не трогаем его переходим к австралийско-новозеландской группе новозеландец канадец австралиец канадец по большому счету братья-близнецы но новозеландец канадец чувствует себя менее уверенно нежели свой австралийский товарищ и давит на минимум июля месяца до которого осталось буквально полторы тысячи пунктов после чего можно активизировать нам здесь ланге сеточка лимитных покупок шагом 500 пунктов по четвертому по пятому знаку так и новозеландец франк в принципе как и новозеландец канадец очень похожи вот если будете их набирать вместе делите между ними объемами потому что одно и то же по большому счету новозеландский доллар сдувается быстрее чем австралийский к валютам другим франк и к канадскому доллару и здесь осталось по новозеландцу франк уже вообще ерунда через 500 пунктов быть пробоем вот и здесь можете в принципе тоже набирать вот но опять же следите за корреляциями между инструментом которыми вы пользуетесь так моя надежда это австралийец австралийц новозеландец здесь нет всяких будоражащих валют да здесь есть отношение валют двух островных государств дай бог им хорошей погоды и сейсмической устойчивости сейсмической так что здесь любопытно напоминаю что на австралийц новозеландец стоит на вершинах тут шестнадцатого пятнадцатого годов да и оказывают беспрецедентное давление на экстремам текущего года и ну и на свои вот эти старые древние древние австралийско-новозеландские экстремумы вот напоминаю что инструмент потихонечку помаленечку за год прошу протопал почти девять тысяч пунктов соответственно сам бог велел вот в этой зоне вот в этой зоне выставить здесь сеточку лимитных продаж ну и залетит он к примеру там на две тысячи пунктов да ну я думаю здесь шаг можно пятихаточку поставить по пятому знаку легко 4 5 ордеров всем здесь набрать и собственно отработать коррекции коррекции от вот этого сильного движения если мы упадем собственно на зеркало которое представлено котировочкой 11700 так 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 чё у нас дальше еще интересного биточек 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 вышел своего канала самым хитрым и незатейливым способом который этот способ он повторяет раз от раза начиная с января текущего года но только вот ширина канала все уменьшается если мы на феврале в марте здесь у нас была такая волатильность волатильности сдулись вот потом все меньше здесь еще меньше все летит вниз а почему биток падает многие говорят вот биток никому не нужен что за ерунда да но если вы обратите свое трейдерское внимание еще и на фондовый рынок то увидите что там тоже особо позитива нет поэтому биточек идет просто в вот в этой негативной струе отказа от какие-то инвестиционных долгосрочных перспектив вот вот все просто выводят из него потихонечку денежки чтобы нам здесь с вами подлохматиться нужно какие-то торговые сетапы которые друзья мои пока нет прошлой неделе закрылась у нас поглощением и это не очень хороший знак для тех кто хочет покупать этот инструмент в спекулятивных целях с большими кредитными плечами поэтому я думаю еще движение продолжится и мы можем еще обновить минимум текущего года почему потому что так было уже два раза перед этим натяжка обновления минимума года натяжка обновления минимума года натяжка натяжка и здравствуй обновление минимума года вот такое мое сугубо субъективное некомпетентное мнение так переходим к нефти нефть нефть тоже подваливает вот китай китай под застапливается да ну видно по большому счету что каких-то мощных лонговых инициатив нет до проходили у нас еще у нас это у нас понедельник пятница в четверг была инициативка ну так себе так себе может быть удержится над ней вот но по большому счету слома вот этой вялой тенденции пока нет он может произойти вот могут быть предпосылки какие-то еще забросы вниз там и так далее но 89 90 давно стоим мы здесь уже стоим как бы конец позапрошлой недели всю прошлую неделю ну прошлая неделя вся позапрошлая часть позапоза прошлой недели часть то есть видно что вот эта зона прям прям очень любопытно ну вот будет заброс если от кубки можно посмотреть уже финал вот этого тренда но по большому счету слома не произошло для слома нужен прорывной импульс из отката от которого мы можем купить и дальше почувствовать какую-то легкую степень финансовой независимости может кульминация пройти либо через верх либо через низ да допустим какой-то обвальщик мощный всех вынесли и потом какие-то и лонговые импульсы ну и также отработка вот этих трехволновок что-то прилипал не вот кульминации пока нет поэтому курим нефтяной бамбук и собственно мечтаем о том что что-то когда-то может развернуться пока нефть не трогаем доллар рубль доллар немножко укрепляется ничего здесь любопытного для нас нет стоим в диапазоне 60 60 рублей за доллар ну как показывают котировки на самом деле это друзья мои слегка далеко не так вот но для тех кто хочет подзаработать на этом инструменте рекомендую обратить внимание на канал который показан у меня красными линиями 6750 от границ стенок этого канала можно спекулировать по этому инструменту который сейчас особо никому не интересен так переходим к американским фондовым индексом друзья мои на прошлой неделе я прогнозировал обвал этих индексов вот и он начал происходить а сегодня вообще все открылось у нас гэпами все валит вниз до впереди у нас уровне поддержки сопротивления сейчас три дунишки могут здесь фиксится коррект осица вот но как ни крути все-таки это слом это слом и такой прям внушительный после чего друзья мои мы можем увидеть продолжение хорошее продолжение этих трендов нас дачок тоже сыпется вот стокс тоже сыпется дакс вообще наверно умер да дакс я рекомендовал друзья мои присмотритесь к продажам европы перед зимой логично логично что все у них там будет не очень хорошо с энергией так далее компании от этого будет столько страдать выручка будет уменьшаться и дакс будет падать все уже началось уже началось а еще друзья мои даже заморозков не было поэтому кто шортил там где рекомендовал сейчас находится в плюсе и наверное ставят лайк под этим видео так так чем дальше футик так мои сделочки вам не нужны футик футик тоже пошел пошел вот тоже но не так активно да он он по большому счету такой самый тормознутый индекс из всех вот кто скажет что здесь есть тренд пусть я не знаю что сделает очень тяжелый инструмент вот но но тоже начал снижаться и потенциал у него очень большой очень большой я считаю что ценники должны быть в районе ну вот 6 сколько тут в районе 7000 либо 786 800 вот здесь он должен стоить вот но собственно британцы британский индекс особенность его в том что все-таки относительно европейских фондовых индексов британские более диверсифицированный но по планете скажем так еще со своих колониальных вот этих историй вот у них очень много компаний заряжена ну скажем так папа по всей планете разбросаны добывают различные благо которые не связаны с британскими камнями на которых порастает мох который пожевывает британские овечки поэтому он еще как бы держится вот но европа конечно полетела в пропасть просто да вы видите раньше был были периоды я от наблюдаю за этим индексами они шли как бы ровненько да вот америка европа ну футсик так плюс минус вот шли но сейчас сейчас как бы европа летит к чертям просто америка скорректировать власть футсик только-только начинает загибаться ну посмотрим так принципе в принципе пока все давайте посмотрим ответы на вопрос на youtube канале по пятничному видео дмитрий здрасте золото зашел понедельник с утра до 4 нормально там путался закрыл ставки нормально вопрос по экспирации по металлам квартальным примерно говорят пока вниз по валютам квартальная первая пятница сентября как вы как-то учитывать экспирации нет нет я учитываю экспирации но торгуя именно на споте компания инстафорекс есть такой брокер учитывая вот что в в начале двадцатых чисел каждого месяца несколько период со нефти к этому моменту желательно бы позакрывать свои сделки если вы там в них сомневаетесь потому что они закроются автоматически и ну и пойдет склейка контракта то есть чисто технический момент чтобы прогнозировать вот что на экспирации все пойдет вверх либо вниз либо вбок либо влево вот это ерунда я не знаю ни одних трейдеров которые бы использовали это для вот пом чтобы это им помогало в их трейдер с непростой трейдерской жизни чисто вот технический момент момент склейки контракта ну до учитывать можно лучше при прикрыться либо если вы например хотите держать как бы подольше то покупайте там сразу но после экспирации там держите дольше чтобы вашу позицию не закрыла но чтобы это прям помогало понять направление пожалуй нет александр добрый день в горели что набрали объем продаж по футику держите ну часть держал держу мне просто много счетов часть держу часть их и джировал с какими-то плюсами вот часть под наваливал потом сверху ну в общем и целом в среднем держу well done ну не знаю это на как это обзывалка непонятно сделанный прожаренный делать заниматься поступать обходиться ну наверное да так александр жду золото вниз очень большие объемы закинуты на этот рост давненько в африке не пробивала тектоническую плиту голды ну прям прям александр прям поэт ну вниз так вниз у нас есть эта идея оставил третью часть позиции все-таки до 1675 долларов за трость к унцию цель такая есть эта площадка хорошая если будут какие-то провокации ланговые по золоту ну как улбеки откаты по трендов с разводниками сложными пробоями я бы конечно запрыгивал но пока пока все валит вот но я думаю что много чего изменится кстати в пятницу в пятницу я выдал на форекс гора очень любопытный мастер-класс который называется ложные пробои именно вот это я и хочу реализовать в том числе и по золоту какие-то консолидации стряхи и дальше по тренду очень классный мастер-класс на мой взгляд один из лучших и коротких кстати здесь всего-навсего 16 минут контента вот и очень простая понятная четкая торговая идея который может реализовать любой даже школьник на мой взгляд торгуя через смартфон под своей партой так в принципе на этом у меня все друзья мои напоминаю что на этой неделе у нас по большому счету что там конец месяца ввп и в пятницу все будет ждать паула а до паула я думаю все будет валиться потом корректироваться ну так я думаю пройдет это неделька на этом у меня все понравилось видео ставьте лайк пишите комментарии и до встречи завтра утром на очередном обзоре для инстафорекс всем пока